РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕГРЕССИОННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ДЕТЕКТИВ ОТ РЕГРЕССОЛОГА Глава 4. Не так страшен чёрт. Когда я начинала подбирать клиентские случаи на тему влияния неких рогатых и хвостатых злобных сил, то поначалу мне думалось, что такие образы могут встречаться только в зоне распространения христианской религии. Ведь именно в её демоническом пантеоне большое место занимает образы всевозможных бесов, чертей, демонов и самого, не будем называть кого. Хотя почему не будем? И с ним тоже можно справиться, если это персонаж внутреннего мира клиента. Да, недобрый, но всё-таки просто персонаж. Здесь налицо некая дилемма. Клиенты испытывают схожие переживания. Ограничение свободы действий. Психологическое насилие от реальных галлюцинаторных персонажей. Изъятие некоего важного для жизни ресурса. Энергии, воли, жизни, души. Однако в некоторых случаях поиск заинтересованного субъекта приводит к реальному персонажу. Родственнику, знакомому. Даже к постороннему завистнику и недоброжелателю. Но всё равно он остаётся человеком. А в других случаях агент влияния прячется под рясой с капюшоном, закрывающим почти всё его лицо. А в иных случаях вырисовывается некий мифологический персонаж с рогами, хвостом, огнём из ноздрей. И у клиента без долгих размышлений находится слово для наименования такого персонажа, вполне известное в рамках нашей культуры. Чёрт, дьявол, шайтан. Если руководствоваться традициями нашей культуры, то борьба с такой нечистью может осуществляться только специально уполномоченными на то сотрудниками религиозных организаций, владеющими навыками ритуальной защиты. Но если проанализировать практику трансовой терапии, то становится понятно, что решить проблему можно гораздо более просто. Ибо материальной природы данные субъекты, как правило, не имеют. И даже в тех случаях, когда они являются перед клиентом как будто бы в реальности, ну, например, в ночных кошмарных видениях, они именно как бы реально. Преодолевая страх в сеансе трансовой работы, клиент с удивлением для себя понимает, что пугавшие его персонажи по своим характеристикам похожи на голограмму. То есть глазами образ видится, но его нельзя потрогать рукой. Рука проходит через него. В него нельзя запустить подушкой. Она точно так же пролетит насквозь. И единственное, что такой персонаж может, это напугать человека и вызвать у него ощущение физического воздействия. Механизм при этом подобен гипнотическому. В гипнозе можно заставить тело чувствовать боль или, наоборот, потерять чувствительность. Видеть образ воображаемого предмета или, наоборот, не обращать внимания на реальный предмет. В гипнозе можно сделать так, что человек будет подробно описывать внешний вид внушенного, несуществующего предмета. Предмета нет на самом деле, но загипнотизированный человек как бы видит его в своем умозрении во всех подробностях. Интересно, но что-то внутри человека прекрасно знает, что внушенного предмета нет на самом деле. Просто психика наша устроена таким образом, что это знание не осознается, а остается где-то в глубине, на уровне подсознания. Почему так? Нам не столь важно. Нам важно научиться пользоваться таким пониманием. Для трансовой терапии нам нужно несколько выводов, которые мы можем извлечь из имеющейся практики. Вывод номер 4. Да-да, четвертый. А выводы 1, 2, 3 смотрите ранее. Внешность воздействующего субъекта зачастую обманчива. Не каждый субъект является тем, кем выглядит. Например, при внимательном рассмотрении высокий страшный человек в капюшоне с горящими глазами может оказаться некой волной энергии, которая просто несет эмоцию страха. Да, страх при таком воздействии все равно имеется. И эту эмоцию страха можно и нужно устранять. Но он не отягощается монструозным образом субъекта. Ведь, посудите сами, черный плащ с капюшоном для нас имеет собственный смысл. И наводит на мысли о принадлежности этого субъекта к некой тайной организации. А это дополнительно пугает. И то, что у этого субъекта глаза ярко светятся, также напоминает мистические рассказы. И это привносит дополнительный ужас. Поэтому работать нужно с реальной первопричиной, а не со страшилками, навороченными на нее человеческой многовековой культурой. Собственно говоря, в животном мире есть аналог подобного поведения. Например, встречаются две кошки. Как они начинают выяснять отношения? Правильно, стопорщивают шерсть, чтобы казаться больше. А кто больше, тот и сильнее. Простая логика, так ведь? Или встречаются два мастера боевых искусств. Зачем сразу драться? Они встают в боевую стойку, чтобы по технике исполнения показать, кто более соответствует званию мастера. Вот примерно так же происходит и в мире визуально-энергетическом. Кто убедительнее себя продемонстрирует, тот получит большую часть желаемого ресурса от человека, как носителя этого ресурса. И всего-то. И не нужно сейчас разбираться, какой природный механизм лежит в основе подобных кошмаров. Всепланетный гипнотический процесс или, например, энергетический вирус, заставляющий нас видеть умозрительные картинки или еще что-то. Нужно просто понимать, как это работает. Поэтому в ходе проработки первоначальный образ достаточно легко трансформируется в какое-то малозначимое. А потом и совсем исчезает из личного пространства клиента. Чего, кстати, не происходит, когда субъектом воздействия является реальный человек. Следующий вывод. Сила влияния субъекта зачастую преувеличена. Есть хорошая русская поговорка. Не так страшен черт, как его молюют. В течение веков нам внушали мысли о мощи и степени злобного влияния всяких темных сил. Да, они недобрые и очень хотят воспользоваться нашими жизненными ресурсами. Но только до тех пор, пока мы, люди, позволяем им такими быть и такое делать. Комар пьет кровь, пока ему это позволяется. И еще. Вот такое преувеличенное представление о мощи и степени влияния зачастую имеет мотивирующий характер, собирая запуганных людей под крыло какого-то определенного эгрегора. А в реальной природе эгрегоров, то есть информационно-энергетических образований, нам с вами еще предстоит разбираться. И еще один вывод. Подобные образы являются признаком автоблокировки, проявлением деструктивных психических процессов. Например, заблокировано гармоничное течение энергии. Орган или часть тела испытывают недостаток энергии. И чтобы указать на такой дисбаланс, внесознательная часть клиента формирует мыслеобраз, картинку, обрисовывающую характер проблемы, и демонстрирует его в предсонном состоянии или через сон. В воду возникают кошмары, которые нам кажутся происходящими на самом деле. Они и происходят, только их физическая природа и смысл совершенно иной, чем он нам кажется. Поэтому, когда мы извлекаем из подсознания клиента понимание истинной природы происходящих событий, мы уже понимаем, как эффективнее ее устранить. Давайте изучим на примерах из практики, как это бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!